Всем привет! Сегодня мы сделаем мячик из трех шариков. Накачайте все шарики, оставляя примерно 20 сантиметровые хвостики. Для этой скульптурки мы сделаем все пузыри одного размера, не более чем 3 сантиметра. Ну что ж, давайте начнем. Делаем цепочку из первых шести пузырей. Так же, как и в двух предыдущих инструкциях, мы используем фигурку пятиугольника как шаблон для нашей скульптуры. В этот раз мы сделаем из каждого шарика 4 пятиугольника, соединенных в виде ромба. Из трех соединенных ромбов у нас получится мяч. Замыкаем оба конца цепочки из последних пяти пузырей в один замок. Мы сделали первый серый пятиугольник. Теперь мы делаем цепочку из следующих четырех пузырей. А сейчас мы замыкаем оба конца цепочки из первых десяти пузырей в один замок. Как вы уже догадались, эта инструкция является продолжением двух ранее опубликованных инструкций. Мы сделали второй пятиугольник. А теперь давайте сделаем одиннадцатый пузырь. И замыкаем свободный конец одиннадцатого пузыря между следующими двумя пузырями первого пятиугольника. Для этого нам нужно продеть конец шарика сквозь петлю первого пятиугольника. Опа! А вот эти два пузыря мне придется переделать. В первой инструкции из этой серии мы соединили два пятиугольника в форме восьмерки. А во второй инструкции из этой серии мы соединили три пятиугольника в форме сердца. А вот здесь мы делаем цепочку из следующих четырех пузырей. Я всегда стараюсь использовать наименьшее количество шариков для любых скульптур. Данная инструкция является очень хорошим примером этой концепции. В этом примере мы используем три шарика, чтобы сделать мяч, для изготовления которого ранее мы использовали четыре и даже шесть шариков. Теперь мы замыкаем оба конца цепочки из последних шести пузырей в один замок. Опять нам нужно продеть конец шарика сквозь петлю уже второго пятиугольника. Делаем цепочку из следующих четырех пузырей для последнего серого пятиугольника. В этой инструкции, как и в прошлых примерах, я рекомендую использовать разные шарики для изготовления этого мячика. Вот наши один, два, три, четыре пузыря. И теперь мы замыкаем оба конца цепочки из последних пяти пузырей в один замок. Давайте сделаем последний двадцатый серый пузырь. Замыкаем оба конца цепочки из первых двадцати пузырей в один замок. Вот мы и сделали четыре пятиугольника, соединенные в форму ромба. Конечно, чтобы получилась фигурка ромба, пузыри можно соединять в разном порядке. Из прошлых инструкций вы, наверное, помните, мне нравится заканчивать работу с шариком в том же месте, где мы и начали, в центре ромба. Давайте избавимся от остатка серого шарика. Оборвем конец или обрежьте его ножницами и завяжите конец. Теперь нам предстоит сделать и присоединить еще два ромба. Мы делаем каждый ромб из 20 пузырей, а значит всего получится 60 пузырей нам нужно будет сделать. А теперь внимание, пожалуйста, вот здесь цепочка из трех пузырей с левой и с правой стороны ромба. Вот наш ромб. Лицевая сторона выглядит точно так же, как и задняя сторона тыльная. И вот цепочка из четырех пузырей вверху и внизу ромба. Давайте сделаем цепочку из первых двух розовых пузырей. На этот раз мы замкнем свободный конец второго розового пузыря. В середине цепочки из четырех серых пузырей. Можно сказать по-другому, соединение находится между третьим и четвертым серыми пузырями в нижней части ромба. Нам нужно продеть цепочку из двух розовых пузырей сквозь петлю первого серого пятиугольника. Давайте сделаем цепочку из следующих четырех розовых пузырей. В этом примере для изготовления мяча мы используем три шарика. Делать мяч, работая по этому шаблону, три шарика, наверное, наименьшее возможное количество. Ну а наибольший вариант будет из шестидесяти шариков. На этот момент мы сделали цепочку из шести розовых пузырей и теперь нам нужно замкнуть оба конца цепочки из последних пяти розовых пузырей в один замок. Мы сделали первый розовый пятиугольник. Теперь давайте сделаем седьмой розовый пузырь и замыкаем свободный конец седьмого розового пузыря между следующими двумя серыми пузырями. Сделайте восьмой розовый пузырь. Замыкаем свободный конец восьмого розового пузыря между следующими двумя серыми пузырями. Делаем цепочку из следующих двух розовых пузырей. Замыкаем оба конца цепочки из первых десяти розовых пузырей в один замок. Мы сделали второй розовый пятиугольник. Делаем одиннадцатый розовый пузырь. Замыкаем оба конца цепочки из последних шести розовых пузырей в один замок. Для этого нам нужно продеть конец розового шарика сквозь петлю первого розового пятиугольника. Делаем цепочку из следующих четырех розовых пузырей. Замыкаем оба конца цепочки из последних шести розовых пузырей в один замок. Нам нужно продеть опять же конец розового шарика сквозь петлю второго розового пятиугольника. Сделайте шестнадцатый розовый пузырь. Замыкаем свободный конец шестнадцатого розового пузыря между следующими двумя серыми пузырями. Сделайте семнадцатый розовый пузырь. Замкните свободный конец семнадцатого розового пузыря между следующими двумя серыми пузырями. Теперь мы делаем цепочку из следующих двух розовых пузырей. Замыкаем оба конца цепочки из последних пяти розовых пузырей в один замок. И теперь мы делаем двадцатый розовый пузырь. Замыкаем оба конца цепочки из первых двадцати розовых пузырей в один замок. Вот мы и сделали второй ромб. И он присоединен уже к первому серому ромбу. Теперь мы можем обрезать остаток розового шарика. Ну как обычно можно сделать это руками или воспользоваться ножницами. Завяжите конец розового шарика. В данный момент мы можем использовать вот эту уже сделанную скульптурку в качестве корзинки, вазы или сумочки. Ну а мы продолжим делать мячик. Маленького размера мячик. Давайте-ка посмотрим на нашу скульптурку поближе. Край нашей скульптурки состоит из трех цепочек розовых пузырей, из трех цепочек серых пузырей. Смотрите внимательно. Вот цепочка из двух, цепочка из трех, цепочка из трех пузырей каждого цвета. Мы воспользуемся голубым шариком для третьего ромба. И закрепим голубой шарик к цепочке из трех розовых пузырей, расположенных возле цепочки из двух серых пузырей. Но сначала давайте сделаем цепочку из первых двух голубых пузырей. Теперь замыкаем свободный конец второго голубого пузыря между двумя розовыми пузырями, расположенными прямо возле цепочки из двух серых пузырей. Очень хорошо. Теперь мы делаем третий голубой пузырь. Замкните свободный конец третьего голубого пузыря между следующими двумя серыми пузырями. Делаем четвертый голубой пузырь. Замыкаем свободный конец четвертого голубого пузыря между следующими двумя серыми пузырями. Как вы уже, наверное, заметили, мы работаем все шарики в этом примере абсолютно одинаково. Сделайте цепочку из следующих двух голубых пузырей. Теперь мы замыкаем оба конца цепочки из последних пяти голубых пузырей в один замок. Вот мы сделали первый голубой пятиугольник. Сделайте седьмой голубой пузырь. Замкните свободный конец седьмого голубого пузыря между следующими двумя розовыми пузырями. Замкните свободный конец седьмого голубого пузыря между следующими двумями. следующими двумя розовыми пузырями. Теперь мы делаем цепочку из следующих двух голубых пузырей. Замыкаем оба конца цепочки из первых десяти голубых пузырей в один замок. Мы сделали второй голубой пятиугольник Сделайте одиннадцатый голубой пузырь Замкните оба конца цепочки из последних шести голубых пузырей в один замок Сделайте двенадцатый голубой пузырь Замкните свободный конец двенадцатого голубого пузыря между следующими двумя серыми пузырями Замкните свободный конец тринадцатого голубого пузыря между следующими двумя серыми пузырями Изготовление большого количества пузырей занимает много времени конечно Ну ничего уж тут не поделаешь Как и в прошлых инструкциях мы можем использовать наш мячик как секретное хранилище для разных небольших мелких мягких предметов И сейчас самое подходящее время положить любой сюрприз внутрь мячика до того как мы завершим работу над этой скульптуркой Теперь мы делаем цепочку из следующих двух голубых пузырей И теперь мы замыкаем оба конца цепочки из последних шести голубых пузырей в один замок Конечно вы сами понимаете любую скульптурку можно сделать гораздо быстрее чем я показываю Для этого достаточно просто работать без остановок и не тратить время на всякие пустяки Думаю что большинство из вас может теперь закончить мячик без моих подсказок В любом случае давайте сделаем шестнадцатый голубой пузырь и замыкаем свободный конец шестнадцатого голубого пузыря между следующими двумя розовыми пузырями Теперь мы делаем семнадцатый голубой пузырь И замыкаем свободный конец семнадцатого голубого пузыря между следующими двумя розовыми пузырями Сделайте восемнадцатый голубой пузырь Замкните свободный конец восемнадцатого голубого пузыря между следующими двумя серыми пузырями Сделайте девятнадцатый голубой пузырь Замкните свободный конец девятнадцатого голубого пузыря между следующими двумя голубыми пузырями Вот мы и добрались до последнего пузыря Давайте сделаем двадцатый голубой пузырь И затем мы замкнем оба конца цепочки из первых двадцати голубых пузырей в один замок Вот мы и сделали голубой ромб И поздравляю, мы только что сделали мяч Как обычно, можем обрезать остаток голубого шарика и завязать конец А в этом примере я просто спрячу остаток голубого шарика внутри мячика Это очень хорошая, долговечная игрушка Подходящая для различных игр Внутри помещения особенно Я публиковал описание многих игр на моем блоге feeduit.blogspot.com Вы можете найти все ссылки на моем веб-сайте feeduit.com Вот, пожалуй, все Веселых вам выкрутасов!